23 июля во всем мире отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китовая комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. Дорогие друзья, я предлагаю послушать историю кита по имени Герда. Всю жизнь она пораздела морские просторы и исследовала самые потаенные уголки океана. Она писала эту мудрую познавательную книгу Герда «История одного кита» Адриан Маха. Он живет и работает в Братиславе. Красочные иллюстрации художника Адриана Маха, наполненные любовью к нашей голубой планете, погрузят вас в волшебную атмосферу книги. В удивительном бескрайнем океане, глубоко-глубоко, где в синих водах танцуют водоросли, одной из резанокоралловыми крепостями, жил-был китенок по имени Герда. Киты – это небольшие рыбы, как многие думают. На самом деле они очень похожи на людей. Мамы кормят детенышей молоком, и с самого рождения маленькие китята невероятно близки со своими родителями. Семья Герды – мама, папа, старший брат Ларс и она сама – плавала по океанскому простору от экватора до северного полюса. Дом там, где семья. Вот как они думали. Герда была счастливейшим китенком. Иного детства и не пожелаешь. И больше всего на свете любила своих родных. Затаив дыхание, она слушала загадочные истории папы о временах древних китов, когда животные и люди мирно жили бок о бок. В ту давнюю-придавнюю пору мир еще не признавал границ между сушей и океаном. Мама часто пела Герде песенку, слова которой китенок запомнил навсегда. Веками передаются они от матерей к детенышам. Однажды утром Герда проснулась совсем одна. Вокруг было непривычно тихо. Она ничегошеньки не могла вспомнить. Не знала, где очутилась и даже как потерялась. Наверняка ясно было лишь одно – это не дом. И рядом никого нет. Герда очень испугалась. Нет ничего ужаснее, когда китенок остается один на один со своим страхом, на бескрайних просторах океана. И маленькая грустная Герда решила плыть, куда глаза глядят. А смелости ей прибавляла мамина песня. Время шло, и Герда понемногу привыкала к одиночеству. И хотя ее не покидала огромная даже по китовью меркам грусть, она не сдавалась. Как-то раз к Герде повстречались две косатки. И, о-о-о, вежливо поздоровалась Герда. На языке китов это означает приветствие. Меня зовут Герда, и я ищу свою семью. Что с тобой случилось? Герда тяжело вздохнула, выпустив стайку воздушных пузырей, и принялась рассказывать. История вышла длинной и невероятно трогательной. О маме, о папе и о брате Ларсе. А еще о том, как Герда потерялась и осталась одна одинешенька. Наконец, рассказ подошел к концу и всерьез заинтересовала одну из косаток. Неужели ей знакома эта история? Так и есть. Она слышала что-то подобное от старого мудрого Нарвала, что живет у берегов далекого Нунавута. «Если хочешь найти ответы на свои вопросы, отправляйся в воды Крайнего Севера», — сказала косатка. Ее восхитила смелость китенка, и она дала Герде еще один мудрый совет. «Неважно, куда заведут тебя странствия, какие приключения встретятся на твоем пути, всегда оставайся верна себе. Сердце укажет верный путь, ведь сердце — это компас нашей жизни. Слушай его, Герда, и обязательно найдешь то, что ищешь». Течение унесло немало дней, а Герда упорно плыла на север. На своем пути она повстречала множество невиданных созданий и со всеми была приветлива и добра. «Какое счастье! Жить в океане!» — однажды утром подумала Герда, увидев отблески зари на водной глади. И как жаль, что весь мир не может насладиться этой красотой. Вдруг она заметила расширину в подводных скалах, а в ней копошилось пристранное существо с большой головой и щупальцами. Это был осьминог. Герда подплыла поближе и стала тихонько наблюдать. Осьминог выглядел донель засердитым. Перед ним высилась куча всякого хлама, и в этой груди вещей осьминог увлеченно ковырялся. То схватит одно, а потом бросит, то выудит другое и снова бросит, и так без конца. Наконец Герда набралась смелости и заговорила. — И-и-и! — произнесла она напевно, то есть привет. Осьминог буркнул что-то в ответ и недовольно оглядел Герду. — Как поживаете? — поинтересовалась она, ни капельки не смутившись. Но тут терпение у осьминога лопнуло. — Перестань мне докучать! — прошепел он. — У меня и так миллион дел. На такую гору сокровищ всего восемь щупалец. Оставь меня в покое! Герда развернулась и поплыла прочь. — Не будь в океане столько мусора, — решила она, осьминог бы не запутался, и они бы непременно подружились. Закат догорал за горизонтом, и его прощальные лучи омывали мягким пунцовым светом старый маяк на побережье. А над маяком с воплями кружили чайки. Парочка даже свела себе на нем гнездо. Была здесь и Герда. Часами напролет слушала она истории океана и суши. И хотя чайки пользуются весьма дурной славой, всем известно, какие это сплетницы. Они помогали Герде ненадолго забывать о грусти, что поселилось глубоко в душе. Океан был необъятен. Он простирался от жарких тропиков до уголков, где властвует немыслимый полярный холод. Бр-р-р, как похолодало, подумала Герда. Эта часть океана была особенно далекой и таинственной. И Герда загрустила. Ей вдруг вспомнилась мамина песня. Отправляйся, дитя, путь надежда укажет, а дорогу по небу найдешь в темноте. — Пии! — вдруг раздалось позади и вновь. — Пии! Герда с любопытством обернулась и увидела трёх забавных пингвинят. Они плюхались в воду, выныривали и вновь карабкались на льдину. Эта игра так увлекла Герду, что она тоже выбралась на льдину. — Какая ты большая! — удивлённо пискнул пингвинёнок посередине. — Точно! Просто преогромное! — добавил тот, что слева. — Хи-хи-хи! — испуганно засмеялся тот, что справа. — С такой громадиной мы играть не будем. Мы боимся! — хором запищали все трое и с громким плеском попрыгали в воду. Они потеряли всякий интерес к киту, но нашу дорогую Герду это вовсе не смутило. Она так ловко соскользнула со льдины, что пингвинята от изумления вытаращили глаза, а затем обрадованно кивнули. Оказывается, и с громадным китом можно играть. Стоит преодолеть страх, тогда всё станет по плечу. Дни и ночи проводила Герда в прекрасных северных водах, встречая самых разных обитателей. И, не осознавая этого до конца, с каждой встречи она становилась сильнее и мудрее. Как-то раз Герда решилась вынырнуть на поверхность. На небе ярко сияли звёзды. — Большая медведица! — расщептала Герда. — А вот и ещё одна! — сказала она, заметив рядом настоящую белую медведицу. Та сидела на льдине и улыбалась. — Здравствуй! Как ты здесь очутилась? Медведица была рада встретить китёнка. Они подружились и стали рассказывать друг другу разные истории. Затаив дыхание, Герда слушала удивительный рассказ о большой медведице, которая из века в век шагает по небу. Её созвездие напоминает о давно минувших эпохах и великих мореплавателях, которым она помогала находить путь в бескрайних морях. Но взошло солнце, и пришло время прощаться. Так здорово найти друга! Эта встреча согрела их сердца. Герда чувствовала. Осталась недалеко. Вдруг она заметила мягкий мерцающий свет. С любопытством она поплыла в его сторону. Чудесное сияние исходило из подводной ледяной пещеры. Свет переливался на ледяных стенах разноцветными рисунками. — Как красиво! — или слышно выдохнула Герда. — Здравствуй, дитя! — раздалось вдруг из темноты. Навстречу ей выплыл старый серо-коричневый Нарвал. — Что привело тебя в наши холодные края? — с интересом спросил Нарвал. — Я потерялась. — Такое случается, дитя. Все мы порой сбиваемся с пути. — Но я потерялась по правде! — возразила Герда. И рассказала Нарвалу свою историю. Нарвал слушал внимательно и не перебивал. Лишь прикрыл глаза, будто задремал. Наконец Герда закончила рассказ, и в пещере стало очень тихо. Но вот Нарвал вновь заговорил. — Я плаваю по миру очень давно, — дитя сказал он. — За своей жизнью я слышал так много историй, узнал столько судеб. Давным-давно один китенок рассказал мне, как потерял своих родителей и сестру. — Ларс! — обрадовалась Герда. Она подплыла ближе, чтобы лучше слышать Нарвала. — Пожалуйста, расскажи, что знаешь. Имени его не вспомню, но знаю, что он хотел новый дом и отправился на запад, в лазурную китовью бухту, вдоль скалистых фьордов и заливов, туда, где веками в мирном и спокойном соседстве живут самые разные киты. — Я знаю об этом не понаслышке. Я провел там много лет. Неужели Ларс жив и здоров? Правда ли это? В это так сложно было поверить. Герда горячо поблагодарила Нарвала и стрелой вылетела из пещеры. Впервые она точно знала, куда держать путь. На запад, в лазурную китовью бухту. Много дней и ночей провела Герда в пути без отдыха. Мысль о том, что после долгих скитаний в море она увидит дорогого брата, придавала ей сил. И вот она оказалась на дне прекрасного фьорда. Сердце Герды, ее компас, шептало. Здесь ты, наконец, найдешь то, что ищешь. Лазурная бухта! А тут и правда дух захватывает! Воскликнула Герда, вспомнив рассказ Нарвала об этом удивительном месте. С восторгом она наблюдала, как развились стайки дельфинов, а рядом безмятежно плавали косатки и белухи и мирно отдыхали четыре взрослых кошелота. Вот я и на месте. Но где же мой дорогой Ларс? Синего кита нигде не было видно, а на фьорд тем временем медленно опускалась ночь. Герда подняла грустные глаза к звездному небу, отыскала созвездие Большой Медведицы и тихонько запела мамину песню. Она так устала на своем бесконечном пути, что очень скоро затремала. Когда Герда проснулась, высоко в небе все еще ярко светила луна. Будто большой небесный фонарь, она заряла пологие склоны фьорда и растягивала тени деревьев по безмятежной водной глади. Герда выглянула на поверхность, чтобы снова увидеть звезды. «Е-е-е-е-е-е-та-а-а-а-а!» Донеслось откуда-то издалека, оттуда, где фьорд впадал в океан. То ли шорох, то ли отголосок ветра, танцующего на воде. Звук повторился, в этот раз более отчетливо. Герда! Голос приближался. Ларс! Удивленно просчитала Герда. Она не верила глазам. Неужели это и правда ты? Как же ты выросла! Как же я по тебе соскучился! Счастливо воскликнул Ларс. И они соединили плавники. Так киты обнимаются. И по сей день синий кит по имени Ларс и его сестра Герда живут в удивительном бескрайнем океане в прекрасной северной бухте, где по краям вздымаются дикие вершины и бормочут водопады. Герда проделала долгий путь, но в конце концов нашла, что искала. Укромный уголок, наполненный любовью. Место, которое зовется домом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok